Парни, это я, Рыжий. И вот здесь, вот ключевое, вот тут, вот тебя начинает дурить. Ну, смотрите, вот тебе, пожалуйста, разница в пользу банка. Вот так вот, друзья, должно выглядеть, когда вам, когда вы покупаете новый автомобиль. Оп, пожалуйста, тадам! Что сейчас происходит с Маздой на рынке, какие есть скидки, какие есть накидки, в общем. Друзья, и снова всем привет. Второе сентября на дворе дети пошли в школу, а мы с вами приезжаем к официальному дилеру Nissan в поисках нового Qashqai. У нас ситуация следующая. У человека есть наличка, он готов купить автомобиль за наличный расчет. Но он говорит, у Nissan есть интересная кредитная программа. Если он сделает большой первоначальный взнос в размере 70%, то ему могут дать кредит беспроцентный. Так ли это? Давайте проверим прямо сейчас. Плюс ко всему, послушаем, что нам предложат сходу на этот автомобиль, какую сделают скидку. После этого мы по стариночке берем это предложение и будем рассылать его всем дилерам в поисках самого выгодного предложения. И после этого примем решение, где же нам покупать. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Вот мы сидим в Qashqai в новом. Ситуация какая. Сам человек вообще, кто хочет купить машину, он с Питера. Там говорит, то машин нет, то звонил по дилерам, то такой комплектации нет, то в нужном сочетании с цветом нет, то скидок никаких не делал, при этом завод рядом все есть. А выбрать не из чего. Говорит, что в Москве? Естественно, заходил на различные сайты, где им обещают бешеные скидки. 400 тысяч рублей и так далее. Суть в следующем. Я прошелся по дилеру, пообщался. У меня уже есть предложение из кредитного отдела. Какая скидочка у него. Пойдемте на улицу, где посветлее я вам все расскажу. Заранее приношу извинения за шум, если он очень сильный. Находимся мы возле МКАДа. Значит, смотрите, ситуация у нас следующая. Мы рассматриваем две комплектации. В принципе, они как раз из серии средней комплектации. С полным приводом, 2 литра. Одна идет SE с Яндексом. То есть цена ее с окрасом сразу 1 миллион 695 тысяч рублей. То есть 20 тысяч нужно плюсовать. И другая комплектация QE тоже с Яндексом. Она стоит 1 миллион 760 тысяч рублей. Я спрашиваю у менеджера, что вы нам скинете. Вот вам, пожалуйста. Сходу на каждый автомобиль скидка минус 75 тысяч рублей. Что на одну комплектацию, что на другую. Параллельно я спрашиваю. Ковры подарите? Подарим. Сетку поставите? Поставим. Я говорю, финальное предложение. Финальное предложение. Как только я уходил в кредитный отдел, менеджеру говорю, если я найду на десяточку где-то выгоднее предложение, перебьешь. То есть суммарно я могу предположить, что на этот автомобиль мы найдем 100 тысяч минус точно. Плюс какие-то подарки. Их, возможно, будет больше. Подчеркиваю, сейчас это первый заход. Поэтому не нужно думать, что вот финальное предложение. Кричать о том, что я покупал минус 150 тысяч сделать. Друзья, будем искать. Покупал. Делали скидку за наличку. Напиши, конечно же, в комментариях. Каска рассчитали на человека предварительно. 50 тысяч рублей полная. То есть, естественно, я могу предположить, что ее можно будет сделать. Но тысяч за 30-35 рублей на него без франшизы, подчеркиваю. А вот дальше начинается самое интересное. Что у нас самое интересное? Кредит. Ведь как? Многие заходят в интернет и видят 300 тысяч, 400 тысяч рублей. Если скидка приезжайте, лишь бы был кредит, лишь бы был трейд-ин, лишь бы вы хотели бы сделать каску, лишь бы вы хотели бы купить доп. оборудования. В общем, нужно всего набрать, и тогда будет скидка. Как бы, в кавычках. Что у нас получается? 1 миллион 690 ориентировочная цена автомобиля. Первоначальный взнос 70% это 1 миллион 183 тысячи рублей. Итого 507 тысяч рублей расчет. Это та сумма, которую мы должны взять в долг. Это честная сумма. Плюс, обязательное условие в этой программе от Рено, что в тело кредита должна упасть каска. Каска это 50 тысяч рублей. То есть, программа рассчитана на 2 года, 24 месяца, и ставка у нее 5%. Но сумма долга у нас 645 тысяч рублей, а не 557 тысяч рублей. Вы сами это прекрасно видите. В процессе диалога я сразу начал считать, бить по калькулятору. Естественно, девушка говорит, стоп, 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 я сейчас все расскажу, что в тело кредита входит. Она мне, естественно, раскладывает то, что первый год это каска 50 тысяч рублей, два года заложено СЖ 63 тысячи рублей, и один год заложен ГАП 25 тысяч рублей. Значит, из этого всего сходу можно отказаться только от ГАПа. Это уже было выяснено, когда я начал задавать вопрос. То есть, сама она об этом мне сказала. А вот СЖ это обязательно официальное подтверждение, что да, такой кредит будет возможен только при такой ставке. Я ей говорю, нахрен мне твое СЖ не нужно. Ну, я с уважением, естественно, ГАПа мне не нужен. Давайте другой вариант. А другой вариант, друзья, ставочка сразу 13%, вот вам, пожалуйста. Значит, у нас получается 557 тысяч рублей общая сумма долга. При этом платеж составляет 26 тысяч 481 рубль. А ранее платеж, то, что они предлагали, он был 28 тысяч 314 рублей. И у нас получается так, то, что за 24 месяца мы как минимум экономим 24 тысячи рублей. И вот здесь очень часто люди путаются, потому что они считают по процентам, видят то, что там переплата меньше, здесь переплата чуть больше, ну, потому что, естественно, с 5% ты как бы переплатишь меньше. Друзья, все для вашего удобства, все для того, чтобы вас не обманули. Вот, смотрите, 13%, 557 тысяч. Я сейчас забиваю в кредитный калькулятор, и получается, что за 2 года сумма переплаты по процентам составит 78 тысяч рублей. Раз. Если мы забьем вот эту сумму 645 тысяч и поставим 5%, то там сумма переплаты будет 34 тысячи рублей. И вот здесь вот ключевое, вот тут у тебя начинает дурить, ну, смотрите, это же выгоднее, несмотря на то, что сумма больше, переплаты меньше, как правило, они стараются даже вот эту сумму вообще многие опустить, чтобы вы не знали, сколько вы берете в долг. Вот 28 314 платеж ежемесячный. Значит, 34 тысячи, что мы сюда плюсуем? Мы сюда плюсуем 63 тысячи, это за страхование жизни. Вам же воткнули в тело, вы за это платите, вы это уже покупаете. И 25 тысяч рублей. Таким образом, опа-на, 122 тысячи минус 78 тысяч рублей. Вот тебе, пожалуйста, разница в пользу банка. Не в твою пользу, а в пользу банка. Значит, что мы дальше делаем? Все как обычно, берем вот эти расчеты, сейчас пообщаемся с человеком, кто, во-первых, хочет покупать автомобиль, послушаем, что он скажет. Если его процент в целом устроит, значит, мы будем продолжать толкаться. Как будем продолжать толкаться? Я в любом случае буду звонить в банк и спрашивать, какие реальные условия. Здесь сказали 13%, позвонившись в банк, скажут 10,9%. Может такое быть? Может такое быть запросто. 2-3 пункта сбиваем вниз, уже нам выгоднее, человеку будет выгоднее. Этим вопросом мы будем заниматься, будем прорабатывать. Точно так же проработаем вопрос сказка. Ну и, соответственно, после того, как он примет финальное решение, мы уже обзвоним всех дилеров и найдем самое выгодное предложение. Есть замечательная поговорка «Готовь сани летом». Именно сейчас, в сентябре, в теплую погоду, самое время задуматься о покупке зимней резины. Друзья, прямо сейчас я хочу с вами посоветоваться. Значит, смотрите, какая у меня картина получается. Вот моя BMW 18, колеса стоят в 18-й диске, которые я оставлю теперь на зиму. Что я хочу сделать? Сейчас у меня стоит разноширокая резина, 275 сзади, 245 спереди. Я куплю на эту зиму шипованную резину, 245 спереди, 245 сзади. Будет одинаково. По высоте будет примерно 45. И я с вами хочу посоветоваться, какую же все-таки резину поставить на зиму. Ранее в инстаграме нашего канала я делал публикацию в сториз, и люди выделили трех номинантов. Это «Континенталь», «Бриджстоун» и «Хокопелита». Также были другие бренды, но в основном вот эти трое были победителями. Значит, смотрите, что я с вами делаю. Мы заходим на Е-каталог для того, чтобы у нас был просто-напросто предмет диалога. Я уже здесь все забил. На самом деле есть большая возможность по параметрам. Выставляете, производители, в общем, все, что хотите. Вот вам, пожалуйста, тип авто, сезонность, посадочный диаметр, ширина миллиметра. В общем, все, что нужно, вплоть даже уровень шума, индекс нагрузки, все, что надо, друзья. По году выпуска, кстати, это очень важно. Когда вы покупаете резину, не забывайте о том, что нужно брать ее в идеале этого текущего года. А дальше мы получаем вот такую с вами подборочку. И вот, смотрите, «Хокопелита» девятая, шипованная, стоит от 15 до 23 тысяч рублей. Смотрим детали. Так, например, «Мосавтошина» дает 15950, а есть какая-то «ХЛ» шина, которая за ту же самую резину, за один баллон просит практически на 7 тысяч рублей больше. Так вот, «Пирели» отпадает однозначно. «Бриджстоун» посматриваю, посматриваю также на «Хокопелиту» восьмую, потому что именно она стояла у меня на «Мазде 6», и я, в принципе, был доволен. Поэтому, друзья, обязательно посоветуйте. Вот, например, есть даже та же самая «Тоя», вот я здесь находил, вот она, от 9 тысяч рублей. То есть «Тоя», в принципе, отличная резина. Я всегда ее ставлю отцу на «Ниссан», то есть всегда классно было, никто никогда не жаловался. Жду ваши советы, напишите обязательно. У меня бюджет, в принципе, на комплект, это 40-50 тысяч рублей. В принципе, прохожу по любой резине. Но в любом случае, все те, кто катаются на «БМВ» задним приводом, обязательно, парни, выскажите ваше мнение, что брать. На лето я себе возьму 19-е колеса, соответственно, у меня будет пониже резина, машинка будет посимпатичнее смотреться. Ссылку на «Е-каталог» оставляю в описании. Никого не призываю, ничего покупать. Просто это удобно. Сам лично через них уже много товаров покупал, и квадрокоптеры, и телефоны, и камеры покупал. В общем, реально полезно. Заходите, забиваете все, что нужно, все параметры, все сделано. Очень удобно, очень информативно. Поэтому зайдите, попробуйте. В любом случае, это экономит ваше время и ваши деньги. Казалось бы, просто пшик, но прошло несколько дней, и на улице вот такая погода, все серое, пошел дождь. Друзья, мы определились с комплектацией. Это будет QE Яндекс 2 литра с полным приводом, вариатор. Цена автомобиля на официальном сайте 1 миллион 760 тысяч рублей. И вот сейчас слушайте внимательно. Значит, прозванивая дилеров в поисках автомобиля, я натыкаюсь на такую информацию, где один из официальных дилеров мне говорит, что вообще-то эта машина стоит 1 миллион 860 тысяч рублей. То есть на 100 тысяч рублей дороже. Но ценник указан уже с поддержкой от представительства. Я говорю, так. И получается такой момент, что он говорит, ну вообще суммарно я вам могу сделать скидку 160 тысяч рублей. Но по факту он делает скидку 60 тысяч рублей. Понимаете, о чем речь? Кто не понял, объясняю. Когда вы ищете автомобиль в нужной вам комплектации, заходите на официальный сайт и смотрите, сколько он стоит. Пусть эта сумма будет миллион рублей. После этого, когда вы звоните дилеру, и он говорит, что нужная комплектация, нужный цвет есть у него в наличии, обязательно уточните, сколько машина стоит, чтобы он вам назвал цену. Если цена совпадает, соответственно, вы двигаетесь дальше. И когда вам сделали скидку какую-то, обязательно скажите, и того, за вычетом скидки получается, назвал 50 тысяч рублей, 950. Это нужно сделать, чтобы не было потом никаких недопониманий. В поисках цен, натыкаясь на дилера, который говорит, минус 132 тысячи рублей, плюс защита картера, сетка, ковры, и еще, возможно, подарим вам сигнализацию с автозапуском. Я приехал к нему для того, чтобы посмотреть автомобиль, убедиться, что это предложение будет в силе. И пока я отправляюсь к официальному дилеру, я сделаю публикацию в инстаграм нашего канала, где попрошу людей, кто покупал в недавнее время кашка, чтобы они написали, на каких условиях купили они. Друзья, я вам всегда говорю, подпишитесь на инстаграм. Я не буду вас грузить какой-то информации ненужной, как я погулял, как я помылся, как я покушал. Нет, там выходят только публикации, связанные с нашим каналом. Поэтому ссылочку оставляю активную в описании. Подписывайтесь, будет полезно и вам, и мне. Вот он, наш товарищ. Все, как договаривались. Белый перламутр. Комплектация, которая нужна. ПТС наличия нет, но изначально по телефону сказали, что ПТС нет в наличии. То есть машин здесь очень много, друзья. Все вот так от обычной хранится. Не надо думать о том, что какие-то машины там в каком-то складе стоят, в боксе закрытом. Нет, все стоит под открытым небом. Соответственно, что самое страшное может быть, это когда вот их как раз перегонять на таких площадках, что вот открыли дверь, могут поцарапать. Но опять же, сами видите, там многие дилеры перестраховываются, потому что никому эти проблемы не нужны. Но если они есть, толщиномер берете, смотрите, щелкаете, проверяете машину полностью. Так что сейчас мы что делаем? Осматриваем машину, что та комплектация. После этого садимся за стол, будем подводить итоги, что да-да, все в силе. А далее человек уже будет принимать решение, будет он ее забирать или не будет. Если будет забирать, 15 тысяч предоплата, выкупают ПТС. Дальше приезжаем, доплачиваем и уезжаем на машинке. Парни, это я, Рыжий. В общем, прошло 2 часа, я добрался до дома, зашел, купил себе кофейку, пришел в парк. Для чего? Несмотря на то, что погода вроде как серая, нужно совмещать приятное с полезным. Сейчас на улице тепло, и мне осталось обзвонить 5 официальных дилеров. Позвоню каждому в поисках наиболее низкой цены. Тем самым у меня будут все карты, и я пойму, где нам выгоднее купить автомобиль. Для меня пройдет сейчас примерно час, для вас пройдет, как обычно, 1 секунда. И происходит чудо, друзья. Сидя на лавке для человека, я сбиваю еще 28 тысяч рублей. Позвонил человек, официальный дилер подтверждает все те же самые условия. Дарит сетку, дарит ковры, дарит сигнализацию с автозапуском. При условии наличного расчета, готова отдать автомобиль за 1 миллион 600 тысяч рублей ровно. Тем самым мы сейчас получаем прямую скидку 160 тысяч рублей. Подчеркиваю, за наличный расчет. Ни кредитов, ни трейдинов нет. Если бы это все было, там могла бы быть совсем другая история. Автомобиль в наличии, автомобиль новый, все та же самая комплектация с ПТС. То есть можно прямо сейчас приехать, пощупать его, посмотреть и его забрать. Я думаю, что вот это реально самое крутое предложение. Ну потому что действительно, всем, кому я звоню, все говорят в один голос, что 140 это уже очень много. Дергаться смысла нет. Но вот ради 28 тысяч сверху, друзья, сами понимаете, человеку будет 100% приятно. Значит, научаясь ситуация следующая. Прошло еще дня 4, выходные прошли. В общем, сегодня понедельник. Вот она машина, она готова. По производству эта машина конца мая 2019 года. У нас получается такая картина, что один дилер предложил эту же машину со скидкой практически 170 тысяч рублей. Здесь у нас скидка 148 тысяч рублей. Но эта машина свежее той на 3 месяца. У тех производства аж март. Факт в другом, что вот машина, она готова. На ней установлена сигнализация с автозапуском. На ней стоит сетка. Вот ее даже видно. И на ней же есть ковры. Задача простая. Мы сейчас смотрим машину, сейчас должен курьер привезти ПТС. Мы сверяем, что это все верно. Ну все, наконец-то все приехало. Значит, уточнил я у менеджера. На самом деле есть такое, что машины начали именно собирать в марте. А представлено, они были официально уже в апреле. Соответственно, с апреля стартовали продажи. Так что вот он ПТС. Сейчас мы этот номерочек сверяем. И будем уже дальше договариваться. Вот так вот, друзья, должно выглядеть, когда вы покупаете новый автомобиль. Оп, пожалуйста. Та-дам! Мелочь, конечно. Да, приятно. Вы-то, конечно, уже видели тачку. Я вам уже все показал. Тем не менее, человек приезжает. Для него это новая машина. И, наконец-то, начинается самый приятный процесс. Человек сейчас сверяет все свои паспортные данные по договору. Смотрит ПТС и оригинал. То есть, поймите правильно. Он приехал, садится, все. Машинку посмотрел. Сейчас все сверяет. Далее подписывает. Мы параллельно с этим уже оформляем поле с ОСАГО и КАСКО. КАСКО нам обошлось 52 600 рублей с ГЭП на первый год. То есть, мы это хотели. В общем, нас все в целом здесь устраивает. Поэтому процесс простой. Сверить все свои данные. ВИН-номер. Все это мы уже с вами вместе даже посмотрели. Поэтому все, друзья, вот так вот должны проходить сделки. Ты пришел. Все приятные моменты. Сейчас останется только подписаться, выехать, заправить машину до полного. И все. Машина уезжает домой в Питер. Итак, самое время подвести итоги. Мы покупаем автомобиль за наличный расчет со скидкой в 148 тысяч рублей. Плюс нам дарят комплект ковров в салон и в багажник. Нам поставили сетку в решетку. Нам поставили сигнализацию с автозапуском. Человек сделал на первый год по собственному желанию каска с габ по цене 52 тысячи 600 рублей. Это был его полностью выбор. При этом я нашел точно такой же автомобиль у официального дилера, у которого три таких машины. И они готовы давать то же самое. При этом скидка 160-170 тысяч рублей. В чем разница? Разница в том, что здесь автомобиль производства конца мая, там автомобиль производства марта. Человек сам, вот клиент, решил купить автомобиль, который посвежее, пусть и при этом он доплатил за него чуть-чуть больше. Все, сделка подошла к концу. Люди забирают автомобиль, сели, все посмотрели. В общем, все, всем довольны. Машинка сейчас потихонечку будет уезжать. Зона выдачи и отправляется в Питер. А мы с вами двигаемся дальше. Вы думаете, это конец? Нет, друзья. Это не конец. Это только начало. Все потому, что мы сейчас будем с вами перемещаться к официальному дилеру Мазды в поисках новой Мазды 6 с мотором 2,5 литра в комплектации Supreme Plus. Довольно-таки популярный автомобиль. Перемещение мы с вами сделаем просто магически. Ну, чем не магия, друзья? Одна секунда, и мы с вами уже находимся на Каширском шоссе. За моей спиной официальный дилер Мазда Автоспеццентр. Это тот самый дилер, у которого я в 2015 году покупал Мазду. Это тот самый дилер, у которого я обслуживал и снимал здесь дневники Мазды 6. Здесь уже есть у меня товарищи, с которыми я давно общаюсь. Поэтому я сейчас к ним прихожу за важной для меня разведданной информацией. В общем, они мне расскажут, что сейчас происходит с Маздой на рынке, какие есть скидки, какие есть накидки. В общем, всю информацию я расскажу и в любом случае получу от них первое предложение, с которым я смогу начать работать. Цена автомобиля на данный момент в нужной нам комплектации 1 миллион 980 тысяч рублей. За сколько мы в итоге купим новую Мазду 6, вы узнаете уже в следующем ролике. Также там вы узнаете, за сколько нам удастся купить новую Шкоду Октави от официального дилера по наиболее низкой цене. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на инстаграм-канал, там всегда выходят только свежие новости. У меня на этом сегодня пока что все. До новых встреч, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова